Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собаки Софии Эйвен. И сегодня мы расскажем и покажем, какие подарочки мы купили собачкам в деревне, когда собирались ехать бабушки Софии Эйвена. Когда мы были в Москве, мы специально подготовились к поездке и заказали офигительные лежанки для собак и кошек Badger's Wood. И самое классное было то, что их принес нам сам создатель этих лежанок Евгений. Поэтому, чтобы не грузить вас лишней информацией, мы спросили у самого Евгения про его лежанки. У Софии с Эйвеном в гостях Евгений из Badger's Wood сам лично. Вот расскажите, вы сами лично своими руками делаете? В общем-то, да. Сейчас еще есть люди, конечно, которые мне помогают, но начинался все вообще полный цикл, делал сам. Это три базовых серии, нету с полосой, потому что сейчас их нет. Бюджетная линейка, то есть вот прям можете потрогать. Она очень отличается. Вот это базовая линейка. Это мое самое любимое детище. Вот, да, нам тоже очень понравилось. У нас прекрасный вкус, да, прекрасный. Это вот City Vibes, которые вот из этого совершенно сумасшедшего какого-то материала. Он бывает трех оттенков. Но он очень классный. И он еще переливается, но не перламутром, а как бы в зависимости от освещения меняет свою интенсивность. То есть это вообще круто-круто. То есть и он еще такой двухцветный. То есть если кому не нравится, может просто в серенький спать. Мы решили попробовать все, поэтому мы заказали три лежанки разных размеров и из разных материалов. И один вот такой вот офигенный деревянный лежак. Ну что ж, поехали покажем лежаночки нашим собачкам. А снизу у вас что? Это эко-кожа, чтобы можно было просто легко протереть тряпкой. Если у меня тряпка, то собака ее может просто когтем, когда копает подушку, продрать. Ну вообще любой из этих материалов, он непродираемый, потому что у нас у меня интерьера, они роют. Все лежаки, они сделаны в одной системе. Это крепление, липучки, значит на подушке. Здесь внутренние камеры. Это подушка, но самое главное, это внутренние камеры самого лежаки. Вот эти крючки. Вообще шикарно. Вот так вытаскивается камера. Она помещается в барабан и стирается. Чехол также стирается легко. Стирается, вообще элементарно. Не выцветает, не выгорает, ничего с ним не происходит. Потому что все ткани, они, конечно, выбирались по поршенностным характеристикам. Волокно холофайбера внутри пола, содержит воздух. Соответственно, оно очень быстро восстанавливается и сохраняет свою упругость, вне зависимости от интенсивности эксплуатации. То есть он не проминается, как обычно бывает в многих некачественных магазинах. Он не остается, да. То есть легли, раз, все. Это самое бюджетное. Вот это, да, для тех, кто хочет начать. Она немного другая на ощупь. Она не текстурированная. То есть она более гладкая. Это, соответственно, классическая рогожка с высокой плотностью. Здесь уже больше фактурный. У нее больше выбор цветов. На классической линейке можно заказать себе выемку, можно ставить без выемки, можно заказать сверху такую отстрочку, по куханку. То есть здесь будет такой вот. Да, я поняла. Вот как у вас, собственно, в вашем лежаке. То есть у вас очень много рассвета, как я поняла, и можно отдельно чехол покупать. То есть не надо заменить всю лежанку, как обычно бывает. Нет, вот так камеры достаются, как я уже показывал. Внутри чехол убирается. И просто покупать новый. Красный, желтый, синий. Вот City Vibes, вот такой вот переливчатый. То есть какой угодно. Очень подходит под ковер. Да, да. Поменяли интерьер, там ковер купили. Не надо заново приобретать лежак. Нет. Чехол, естественно, стоит дешевле, чем целый лежак. Все есть на сайте. В разных линейках разные цвета. То есть поэтому там выбор. Фишка в том, что получается такой конструктор. То есть есть базовая модель в плане конструктива. То есть это камеры и чехлы. А дальше уже вообще не ваша фантазия. И вы его делаете из каких материалов? Это массив сосны, который пропитан специальной морилкой для детских игрушек. И, соответственно, покрыт сверху матовым лаком, который изготавливается тоже для детских игрушек. Собаки, естественно, грызуют. Собаки в этом спят. Они, конечно, дороже. Но все-таки здоровье животное пошлее. Ну и опять же дороже. Мы же покупаем, получается, например, под свою собаку один раз. А потом меняем лежак, например. Конечно. Да, София, она понравилась. И у вас есть разные цвета вот этих вот санит-каркасов? Да, три базовых цвета. Это белый, это темное дерево. И это вот такой вот серый. Он называется Эдбен в производстве. Ну и вот это вот... Ну, это лежак вообще-то. Мы узнали ваш вкус, да? То есть, если мы берем каркас и лежак, то вот это сочетание... Ну, это идеальное сочетание цветов. Они подходят под все интерьеры, кстати. Самый популярный заказ, который мы продали, наверное, 90%, это мешковина и темное дерево. Ну, потому что это сочетание шикарное, да? Венге. Такая классика. Да, классно. Дэн, София? Да, его... Ты так просто шикарно смотришься на голубом фоне в своем голубом ошеннике. Просто красавчик. Маня, возмущается, что ей ничего не привезли. Маню, это надо тебе у своих хозяев попросить, чтобы они тебе купили такой жест. Маня, возмущается, что ей ничего не привезли. Маня, возмущается, что ей ничего не привезли. Маня, возмущается, что ей ничего не привезли. Как идея вообще пришла делать? Вообще, откуда она пришла? Ну, просто мне нужно было что-то для своих собак, и я ничего не мог купить в магазине. Соответственно, я подумал, что почему бы мне не сделать самому. Попробовал, все получилось, и, в общем, в целом нашло отклик там среди моих друзей. И дальше это уже просто пошло само собой. Не такой звук. Не такая маня тут. Мороженку грызет на лежаночке. Любите своих собак, и будет вам счастье! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!